Чемпионат Европы еще не настолько тяжело собраться, как, допустим, на чемпионат мира. Но так как мы уже бегали на этом катке, в этом городе, в Хиренвейне, выступали в прошлом году в чемпионате мира по спринтерскому многоборью, кубки были, летом мы готовились там в июле, поэтому какого-то напряжения не было. И вот эта атмосфера, которая там создается, это полная трибуна, то есть она уже была нам знакома, поэтому какого-то сильного дискомфорта не было. Наш чемпионат начался с командного спринта. Я бежала третий этап, третий круг, то есть мы выиграли командный спринт с рекордом катка. Сказать, что это было неожиданно, я не могу, потому что у нас были конкуренты как раз голландцы, мы и голландцы. И тут либо голландцы, либо мы кто-то выигрывал, потому что по кубкам мира так оно и шло. То голландцы у нас выигрывали, то мы их выигрывали, но, конечно, получилось так, что по кубкам выиграли нас голландцы. Вот. 500 метров, 500 метров я должна была бежать с девушкой из Нидерландов, с Ютой Лердам. Но по каким-то обстоятельствам, насколько я помню, у нее травма была какая-то, и она на старт не вышла, нас не успели пережеребить, поменять что-то, и я бежала одна. Конечно, это сыграло какую-то свою определенную роль на результат, сказалось, может быть, можно было выступить посильнее, составить больше конкуренции, если бы был соперник на дорожке. А так одной бежать, конечно, было тяжеловато, непривычно, непривычно, потому что я одна уже не бегала давно, чувствовала себя как на тренировке, то есть не было такого духа соперничества прямо именно на дорожке.